Я родилась и выросла в маленьком поселке Яптиксале, недалеко от села Сейха, в большой многодетной семье рыбака. У нас было в семье семь дочерей у родителей. Папа и мама были работниками Новопортовского рыбозавода. Папа рыбак, победитель социалистических соревнований, а мама разнорабочая. Жили мы за речкой Таркоптёда, в чум ездили на деревянной лодочке, колданке. Детство прошло беззаботно, счастливое, воспоминания только самые тёплые. Так как у папы не было сыновей, мне приходилось всё время с папой ходить на охоту, на рыбалку, ездить в тундру. Мне было очень страшно иной раз, даже когда ловилась рыба, и она была живая и колыхалась, но я не показывала виду папе, что мне страшно. В жизни, когда я заканчивала школу, мне хотелось стать учителем истории. Мне очень нравилась история, но и математика легко давалась. И выбор пал на профессию, именно связанную с цифрами, с финансиста. Я училась в Салихарском заветеринарном технику на бухгалтера и практику проходила в Ольневоческом совхозе Ямальский. Здесь показала себя на работе с хорошей стороны, руководитель пригласил меня на работу. Не планировала долго остаться здесь, но судьба сложилась так, что я встретила здесь свою вторую половинку. Мы образовалась семья, и я осталась здесь, и чему я рада. В семье мы находим поддержку, понимание. Когда выходишь на природу, ты черпаешь энергию и силы, и вдохновение от природы. Мне кажется, это все можно сочетать и совмещать. Ставим свой чум. У нас от родителей остался чум. Мы его ежегодно устанавливаем, и хотя бы неделю мы там живем. В свободное время, когда оно есть, хочется в себе найти новые таланты, какие-то новые знания, новые способности. Изучаю культуру коренных народов с севера. Учусь шить традиционную одежду и писать, сочинять какие-то небольшие рассказы. Хотелось бы написать историю поселка, историю людей, которые жили здесь. Дополнить нашу книгу о Сиехе, столетию поселка, какими-нибудь интересными, важными фактами. Ямал — это наша маленькая родина. Это частица сердца. Всегда возвращаешься сюда. Здесь живут родственники, друзья. Здесь наши олени. Где бы мы ни были, всегда хочется вернуться домой. Здесь легче дышится, здесь свобода. Здесь друзья, знакомые, коллеги. И природа всегда нас ждет. Дом. Я считаю, что будущее у нашего народа светлое и радостное. Что у нас будут дети учиться и будут возвращаться высококлассными специалистами в свой родной поселок. Будут также вести кочевой образ жизни нашей народы. По тундре будут оленей. Пусть какие-то изменения произойдут, но незначительные. Мне кажется, очень тяжело молодым ребятам поехать и оказаться в мегаполисе. Трудно без родительского контроля. Но все равно надо это выдержать. Если ты хочешь в дальнейшем быть профессионалом, стать нужным на предприятии. И на это надо выдержать. Эту школу надо пройти. На своей территории, в северных регионах, должны быть свои руководители. Которые понимают специфику жизнедеятельности в северном регионе. Говорят на своем языке. И будут управленцами своих муниципальных образований. Я считаю, что современному человеку необходимо повышать свою квалификацию. Быть востребованным. Чтобы не утонуть в потоке информации. Современный человек должен быть толерантным. Должен быть справедливым. Ответственным. У него должно быть повышенное чувство ответственности перед собой и другими. Я считаю, что уникальность нашего народа в том, что даже в условиях освоения Арктики удается сохранить традиционный уклад жизни. То есть вести кочевой образ жизни. Женщины, они у нас мастерицы. Они из ничего могут сшить одежду, обувь. И наши мужчины, они очень гордые, они терпеливые. И они всегда рассчитывают только на себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова